Расчеты оптимальной точки замены оборудования в разрезе жизненного цикла. Когда считается закупочная стоимость, затраты на ТО, на ремонты, производственные показатели этого оборудования, и принимаются решения, когда же нам менять этот самосвал на новый, или какой самосвал лучше. По моему опыту, то, что мы наблюдаем, это самый правильный подход, особенно для таких дорогих единиц оборудования. То есть, когда есть понимание, сколько стоит этот объект в начале, мое понимание необходимости, это надо делать. Это надо делать не для всего оборудования, а для дорогостоящего, у которого жизненный цикл как минимум 3-4 года, как раз ваша карьерная техника и прочее мобильное оборудование. Единственное, что в мире еще и считают стоимость жизненного цикла оборудования, еще считают стоимость внутри этого оборудования отдельных крупных агрегатов. То есть, стоимость жизненного цикла еще поагрегатно. То есть, когда считается по двигателю, по шасси отдельно. И момент замены, он считается не просто по какому-то самосвалу, а по комплексу показателей двигателя, коробка передач и шасси этого самосвала. Понимается решение о замене. Это вот я к Павлу говорю конкретно к его типу оборудования. Ну, короче, да, это нужно делать. Современные информационные системы позволяют это делать именно по узловым методам прямо в системе. То есть, в информационной системе строить прогнозы, сколько этот двигатель пробежит на этом шасси и нужно ли менять этот самосвал. Делается ежегодно, как бы программа, естественно, даже годовая, там программа закупок. А ежеквартально, там ежемесячно можно просто мониторить, как минимум ежегодно, потому что годовая программа модернизации. Опять-таки, в политике нужно описать это. То есть, на каком уровне делается этот анализ жизненного цикла, какие этапы и какие решения принимаются. Замена агрегатов, либо замена в сборе, либо изменение технологии в работе. Это все нужно понимать на уровне политики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok